всем привет вы снова на канале оазис миссис смит и зовут меня людмила ребят ну что хочу вам сегодня знаете что показать как проходит адаптация или даже реанимация до моих адениумов в перлите даже не знаю хорошо это или плохо но я не вижу снова никакого движения абсолютно никакого если у меня другие растения которые были посажены в смесь 50 на 50 кокос и домашняя лечуза они уже все укоренились все до единого в предыдущем ролике я вам показывала да про адениума когда снимала что они прекрасно все начали укореняться но эти же стоят и стоят и стоят и стоят и не живы и не мертвы вот посмотрите даже пытающиеся проснуться кончики кончики они снова закукливаются снова заклеиваются до заклеиваются неправильно сказала это но этот понятно у него изначально не было ни колеса ни корней ничего мы его сегодня тоже посмотрим ну а эти то ну понятно да что реанимационные растения что им надо какое-то время для того чтобы понять хорошо здесь или плохо и начать или не начать укореняться но они сидят почти месяц почти месяц за это время по большому счету да вот в том грунте у меня уже целая куча корней понаросла я наверное вам сейчас покажу какой-нибудь из экземпляров покажу самого задохлика помните прививку rainbow он был в самом плохом состоянии перед посадкой он практически лысый у него был полностью спавшийся каудекс сейчас каудекс набирает плотность и посмотрите вот они корни вот они корни хотя ему было совсем туго совсем туго они во-первых были посажены по моему позднее всего а позднее всего они были посажены в чистую личузу вот в эту смесь я их высаживала все вместе и конечно растения в перлите они тоже были посажены в тот же самый день посмотрите здесь сколько корней несмотря на то что он прям вот реанимашка реанимашка был да и здесь вот как они были как они сидели так они сидят только перлит позеленел нет вот здесь вот конечно корешок начал расти вот ну слава богу вот здесь тоже и вот здесь ну все можно считать что ты живешь а эти пока пока не алло вообще никак ни одного корешка поэтому знаете что хочу сделать хочу и все таки перетрясти вот в такой же грунт грунт у меня уже составлен я его сделала сегодня и давайте наверное ну раз уж мы их все равно будем доставать вот эту вот минечку мне жалко прижалка прям вот не могу смотреть на нее она была пересажена вроде в почти нормальном состоянии в домашнюю лючузу да в чистую без кокоса и вот до такой степени замучить растение это конечно безобразие не могу на нее просто смотреть так что есть предложение нет возражения да давайте мы наверное их сегодня все-таки перетрясем начнем вот с этого товарища потому что он у меня здесь стоит укореняется хойки на заднем плане конечно тоже требует уже пересадки но это уже ой но это уже будет происходить в следующем видео давайте попробуем вот этого товарища вытрясти он в принципе неплохо в этом в стаканчике держится но очень любопытно посмотреть что у него там происходит а ничего не происходит ой все растрясла но вот видите какие-то зачатки корешков они мне кажется уже начали вылазить как будто бы то ли да то ли нет не понимаю ну вот он сморщился сморщился он не как-то не очень хочет укореняться но пока я его поставлю обратно пока я его поставлю обратно по большому счету вот он меня волнует меньше всего укорениться хорошо не укорениться выброшу так все стоит дальше давайте посмотрим на минечку какая маленькая чашечка у меня тут ну вы представляете за месяц ни одного даже самого маленького вшивого корешочка ни одного гнили слава богу тоже нет но и ни одного корешка ну надо же ну вот нет это безобразие это безобразие снова я с адениумами и снова я ругаюсь представляете ну вот это может быть конечно новый корешок вот видите надеюсь что вам видно так ну и только и только короче говоря минку я буду в любом случае пересаживать перлит тоже не зашел не знаю почему не знаю почему посажу ее в тот же самый стаканчик но в другой грунт так но этот понятно да этот уже начал укореняться единственное что мне вот не очень нравится поливать их перлит потому что вообще непонятно влажные они сухие какие хорошо хоть емкости прозрачные да вот этот вот конденсат он дает какую-то надежду на то что растение все-таки знаете как все-таки пьет да все-таки там влажно не сказать что макро потому что вода не стоит нет но и все-таки влажно давайте наверное вот этого товарища мы пока оставим а вот этого вот этого снова вытряси покоя я им не даю они мне ну вот здесь вот начали конечно образовываться корешки вот они видите вот только-только только-только там здесь у нас что что за дупло конечно как он будет укореняться если у нас тут гниющее дупло это надо все зачистить это надо бы все зачистить вот видите гниль пошла пошла гниль так дружок я тебе последний шанс давала давала и чё ты вот прямо видите вода прям сочится хотя он стоит хотя он стоит на ковриках он подогревается снизу и он чуть-чуть влажноватый был снова снова будет сушиться сажать я его такого но но не буду конечно я не могу его такого посадить хотя вот здесь посмотрите вот видите процесс имеет очень четкую границу так сейчас процесс имеет очень четкую границу но тем не менее вот это вот прямо мокнущая часть это безобразие так не должно же быть хотя вот она очищается вот видите как пробочка снимается непонятно почему мокнет если он практически всегда сухой стоит так сейчас я его тогда зачищу вот прямо вручную зачищу резать ничего не буду потому что вот видите вот этот вот процесс он снова растением локализовано и счищается счищается вот видите до чистого прямо счищается вот на котором он начал укореняться вот видите вот этот самый гнилой корень вот хотя корешок на нем начал расти учет чему где логика в растении да давайте мы наверное вот этого дупло ему подровняем надеюсь вам видно будет так вот это вот дупло вот она видите она как очаг инфекции так не покажу не могу вам показать потому что иначе либо я его неправильно отрежу либо себе что-то правильно подплосну ну вот так вот по-другому не получилось так вот здесь вырежу сейчас прям до чистой ткани не скажу что там где-то чернота осталась или еще что-то нет все нормально вышло все чистенько что-то мне кажется что ему приходит хана так ну что пусть сохнет пусть сохнет ничего тут у него не осталось практически практически ничего не осталось но вот тем не менее он же погибать то не хочет понимаете у него пробуждаются макушки вот вот еще корешок видите начал укореняться но я его посадить все равно в таком состоянии не могу его надо сначала просушить хорошо положу сушиться на те же коврики что делать отопление уже отключено батареи ему не видать как своих ушей ну а минечку давайте все-таки посадим минечку посадим это закрытая система у нее там нет отверстий вот так вот но если уже это ей не поможет я тогда не знаю я тогда не знаю месяц прошел снова ни одного корешка представляете так ну все все вот такие итоги снова снова ой вот такие итоги снова ну что по крайней мере один один у нас пожелал до жить в перлите это уже неплохо это уже неплохо корешки я вам показала вот видите прямо начали хорошо проклевываться в нескольких местах но вот в перлите их не очень хорошо видно поэтому и на экране скорее всего будет не очень хорошо видно вот вот такое небольшое включение вот что мы имеем из реанимашек на данный момент и один конечно пошел снова сушить свои мокнущие места на коврик если у вас имеются другие результаты по поводу реанимации адениумов в перлите буду рада их почитать в комментариях под этим роликом но это да это и видно что она уже приходит в себя вот видите у нас макушечки расклеились а это дает какую-то все-таки надежду какую-то надежду все-таки дает так вот если у вас имеются другие результаты по реанимации адениумов именно в перлите буду рада их почитать в комментариях под этим видео а у меня мы имеем то что имеем а с вами была людмила уазис миссис смит всех люблю всем пока пока